Бьют часы на старой башне, провожают день вчерашний и звонят на лаву. Мало кто знает, что свои часы на башне есть в центре нашего города, на улице Софьи Перовской. Это архитектурное украшение здания Курской областной думы. История часов как раз и началась с башни, которую Сталин отстраивает в 1997 году. Башню возвели в течение года, однако часы на ней появились не сразу. Долгое время оконные проемы были заколочены. И лишь через 8 лет нашлись мастера, согласившиеся выполнить работу. Орловский часовой завод изготовил вот эти часы специально, по индивидуальным размерам. Диаметр каждого из трех циферблатов полтора метра. Установили часы в конце декабря 2004 года, а работать они начали с 1 января 2005. Часы электронно-механические, имеют несколько режимов общего времени и индивидуальный для каждого циферблата. Чтобы выставлять и регулировать часы и минуты, подниматься на высоту не надо. Пульт управления находится в самом здании. Здесь же так называемый блок боя. Ведь хронометр еще и музыкальный. Правда сейчас, по просьбам местных жителей, этот режим работы отключен. Зато бесперебойно, дважды в год, часы автоматически переходят на зимнее и летнее время. Поэтому раньше сотрудникам приходилось возвращать стрелки на час вперед или назад. В это воскресенье вмешиваться в ход времени не придется. На Красной площади находится главная почта города и, согласно логике, главные часы. С момента открытия дом связи пять лет хронометра не имел. Первые часы появились в 1965 году. Они были спроектированы и сделаны курским мастером, потомственным связистом Сергеем Болдиным. Сергей Васильевич как-то побывал в Ленинграде, ныне в Санкт-Петербурге, и увидел часы на главпочтамте города. И решил, что нечто подобное сделать в своем родном городе. Целый год он кропотливо вытачивал детали самостоятельно, вручную. Получившиеся часы были не только ручной работы, а еще и музыкальными. Они играли гимн в шесть часов утра и в полночь. Кроме того, по ним можно было узнавать время в любой точке земного шара. К сожалению, долго первые почтовые часы не проработали. Мастера не нашлось, который бы обслуживал часы. Приезжали специалисты из Ленинградского института связи, снимали размеры и сделали новые. Которые вот по сей день показывают время для курян. Новые часы шли без перебоя почти 40 лет. Встали только один раз. Этим летом обнаружилась серьезная поломка. Но ее быстро устранили силами завода электроаппарат. Теперь механизм вновь исправен. Красная площадь является местом уникальным. Сверять часы здесь можно по трем циферблатам. Кроме стрелок на главпочтамте, время здесь отсчитывают часы на здании городской администрации, а по вечерам на большом световом экране. Здесь удобно назначать свидания. Даже если будете опаздывать с таким количеством часов, как говорил Остап Бендер, всегда есть несколько минут форы. Больше всего хронометров в одном месте находятся на железнодорожном вокзале. По всем залам установлено 30 механических и 6 электронных часов. И еще 6 на платформах. Часы со стрелками появились с открытием вокзала в 1952 году. Они были произведены на Ленинградском заводе. Нареканий в своей работе за 60 лет не имеют. Все эти часы завязаны в единую сеть. Имеются главные часы, от которых идет разводка на вторичные часы. Мы проверяем, просматриваем, но в случае каких-то неполадок все это моментально убирается. Главные часы или первичная часовая станция размещается в специальном служебном помещении. Здесь и следят, чтобы время соответствовало московскому. Это, пожалуй, самые точные часы. Расхождение даже в одну минуту может сыграть для пассажиров злую шутку. Примерно 10 лет назад на вокзале стали появляться табло с электронными ходиками. Сначала они работали автономно друг от друга, потом их связали в одну систему. Управление осуществляется от диспетчерской службы по сигналам точного времени, которые передаются каждый час по радиопрограмме «Маяк» или «Радио России». Данный комплекс находится у диктора вокзала и контролируется там в звуковой форме и визуально. Электронные часы надежные. Необходимости подводить их ежедневно нет. Раз в неделю специалист проверяет их исправность и точность хода. В этом году дополнительно часы на вокзале были установлены в зале ожидания, а также на четвертой и шестой платформах. Переводить все эти механизмы будут строго по графику, никто никуда не опоздает. Поезда будут отправляться строго по расписанию, заверили на вокзале. Главное, чтобы куряне не забыли перевести стрелки своих часов на одно деление назад.